Утренний фреш на 100% здоровая передача. Мы за здоровый образ жизни и за его пропаганду. Тем более уместно нам поддержать замечательную акцию, которую проводит областная клиническая наркологическая больница. Это челлендж «Я независим». Сегодня они у нас в гостях вместе с нашим постоянным партнером. Но я думаю, всех по очереди представит Маргарита. У нас в студии сегодня Светлана Амелина, специалист по социальной работе Ярославской наркологической больницы. Надежда Воронина, заведующая методическим отделом Центра Терешковой. Также Павел Кротов, участник Олимпийских игр, член национальной сборной России. Илья Буров, бронзовый призер Олимпийских игр в Корее, член национальной сборной России. И Максим Соколов, олимпийский чемпион по волейболу. Вот столько у нас олимпийских чемпионов. Друзья, давайте поподробнее про члендж расскажем. Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда ценности здорового образа жизни в принципе вообще является одним из приоритетных направлений наркологической больницы. И вот вы знаете, при всем уважении к традиционным консервативным методам профилактики, реалии времени все-таки подсказывают, что надо как можно активнее использовать интернет-пространство в этих целях. Собственно говоря, вот так и возникла идея проведения челленджа «Я независим от алкоголя и наркотиков». Начало старту акции дал наш главный врач Александр Васильевич Волков. Его, конечно, активно поддержали сотрудники больницы. Затем к нам присоединилось медицинское сообщество, педагогическая среда. Очень активное участие принимает в челлендже спортсмены. Собственно говоря, что и понятно, спорт и наркотики – вещи вообще несовместимые. Кроме того, занятие спортов – это функциональный эквивалент, это альтернатива пустому времяпрепровождению и вот, собственно, такой деструктивной форме поведения, как употребление психоактивных веществ. В чем челлендж? Челлендж – это же вызов. Как можно принять участие в нашем челлендже? Для этого нужно зарегистрироваться в группе ВКонтакте «Я независим», сделать фотографию и разместить свое фото с хэштегом «Я независим». Вот с таким же. Да, непосредственно в нашей группе, можно на своей страничке и в Инстаграм. А скачать, собственно говоря, хэштег можно на сайте нашей клиники и непосредственно в самой группе «Я независим». В рамках челленджа нами объявлен конкурс, пять номинаций. Самая интересная фотография на тему «Я независим», самая интересная история, пропагандирующая здоровый образ жизни. Самый интересный плакат, призывающий, мотивирующий к ЗОЖ здоровому образу жизни. Также самая популярная публикация и «Случайный победитель», который будет выбирать генератор случайных чисел. Собственно говоря, вот в этом суть акции. И в определенный момент нам было очень приятно и ценно, что к нашему мероприятию профилактическому присоединились люди, которые не понаслышке, не понаслышке, знают, что такое зависимая жизнь, зависимое поведение, полное отчаяние, бед, проблем каких-то, одиночества и свободная или, как они говорят, чистая жизнь. Я имею в виду людей наркозависимых. Они присылают историю своего выздоровления, а также, в принципе, с чего все начиналось, какие последствия и почему они выбрали жизнь без наркотиков. И мы надеемся, что вот эти их откровения, а рассказы очень искренние, они помогут подрастающему поколению все-таки сделать правильный выбор в провокационной ситуации. Это с одной стороны. А для самих ребят, которые сражаются каждый день, преодолевают вот эту свою зависимость, это тоже имеет даже вдвойне значение. Во-первых, это часть их личной победы, держать хэштег «Я независим», да, и, собственно говоря, мотивация на дальнейшую трезвую жизнь. Можно принимать еще участие. Группа ВКонтакте, это самое, как бы, главное место, куда можно это все посылать. Все туда. Да? Как правильно называется группа? «Я независим». «Я независим», так и называется. Легко ее найти. Спортсмены поддержали данный челлендж. Почему решили принять в нем участие? Во-первых, потому что мы спортсмены, спорт и наркотики – вещи несовместимы, поэтому, конечно, мы поддерживаем эту акцию. Ну и с другой стороны, мы помимо спорта еще и родители также хотим видеть, как растут наши дети в здоровой стране. Если, как пожелание, если кому-то не хватает энергии или чего-то, я не знаю, экстрима, занимайтесь спортом, занимайтесь экстремальными видами спорта, активными видами спорта, и будет здоровье. Мы вообще не могли пройти мимо этого челленджа, потому что, наверное, на своем примере, когда показываешь, что больше людей может, да, и в том числе молодых людей, может пойти по твоему примеру и выбраться из какой-то сложной ситуации. Как связаны вот эти два понятия, то есть борьба с наркоманией и наш известный, красивейший планетарий, который тоже несет просветительскую функцию, кстати? Во-первых, человек 21 века – это человек, который ведет активный образ жизни, здоровый образ жизни, который образован, который культурный. И на нашей площадке, на площадке Центра имени Терешкова мы как раз собираем таких людей, неравнодушных к общественным проблемам. И наши друзья, наши партнеры предложили нам принять участие в их челлендже. Мы с радостью согласились. Причем вначале это началось с того, что это было просто в соцсетях, в Инстаграме, в нашей группе ВКонтакте. Но и общими усилиями мы пришли к тому, что 26 июня, в день международной борьбы с наркоманией, мы организуем совместное мероприятие, которое посвящено данному челленджу. А 27 июня будут подведены итоги, как раз номинация, о которых уже Светлана рассказала. И это тоже будет проходить на нашей площадке. И мы узнаем итоги, узнаем тех счастливчиков, которым повезет и которые смогут выиграть какие-то призы от наших партнеров. То есть 27 числа на площади перед Планетарием, либо в Планетарии где-то будет большой праздник еще? 26 непосредственно в самый международный день борьбы с наркоманией, да, и 27 уже будет подведение итогов, как такой второй день и уже финальное завершение данного мероприятия, данного челленджа. По каким критериям выбираете победителей? Вот таких специальных критериев нет, придуманных, да. Мы будем отталкиваться, во-первых, от креативности предложенных нам фотографий, либо плакатов, позитивной направленности, потому что мы считаем, что профилактика должна быть позитивной. То есть мы должны предоставлять альтернативу. О последствиях все уже знают, да. Если это история, то там должна быть обязательно какая-то пропаганда здорового образа жизни, мотивирующая именно на изменение своего поведения, о том, чтобы заставить задуматься о данной проблеме, чтобы вот шла вот та самая позитивная вибрация от работы, да, и, в общем-то, таким вот образом. Ну что ж, на самом деле приятно, что такие серьезные учреждения здравоохранения обращаются к молодежным путям, да, донесения информации, вот. Ну, начинать нужно, как обычно, с себя, да, поэтому мы, друзья, вас вот таким вот образом на собственном примере призываем сделать фото с хэштегом «Я независим», разместить это в группе, которую вы найдете ВКонтакте. Ну и 26-го числа отметить праздник, 27-го прийти к планетарию на подведение итогов и на то мероприятие, которое будет организовано. «Я независим!»